Проезд под этот знак грозит лишением водительских прав. Об этом знают все водители. А вот о том, что он теперь красуется в начале и в конце спуска на проезде канатном, многие узнали только сегодня. Водителям ничего не остается, как делать разворот и искать другой путь в город. А чтобы у автовладельцев не появилось желание нарушить запрет, во вторник дорожники вывалили на проезжую часть пару машин снега. К неудовольствию ряда местных жителей. Больше как безобразие мы назвать нельзя. Теперь мы домой должны по кустам лезть, не говоря уже о том, чтобы проехать на машине домой. Мы теперь полностью отрезаны от города. Впрочем, такое мнение разделяют далеко не все по тропинке, которую успел протоптать по пути на работу персонал службы исполнения наказания. И местные жители сейчас можно при желании и подняться, и спуститься. А вот о том, что спуск до закрытия был, мягко говоря, небезопасен, для всех участников дорожного движения сегодня говорили многие. «Давно так надо было сделать. Несколько раз лично видел, как там бились машины». «Да, нужно было. Каждое утро, идя на работу и возвращаясь с работы, я наблюдаю такую картину, что собираются паровозикам машины, это в лучшем случае, а в худшем переворачиваются». «Опа, поехали!» «Отлично!» Вот лишь один день из жизни спуска на канатном. Ролик датирован 14 декабря. Искать кузовщика тогда пришлось многим. Деревья, изородованные металлом, до сих пор прижаты к снегу. В городском дорожном комитете закрытие спуска объясняют именно аварийным обледенением проезжей части. Только в этом году здесь пострадало два человека. А из-за крутизны склона перед наледью дорожная техника, увы, бессильна. «К сожалению, дорожная техника не может обеспечить очистку данного участка и пройти технически невозможно грейдером по указанному спуску. Данные дорожные знаки установлены на зимний период времени и с наступлением летнего периода будут демонтированы. И проезд будет вновь организован по проезду канатному». В Комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи советуют автовладельцам на время закрытия спуска использовать альтернативные пути объезда. Один из них по улице 6-й Нагорной. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».